Народные гуляния в честь окончания Масленичной недели в эти выходные пройдут во всех уголках Армавира. В воскресенье в 10 часов утра на Центральной площади соберутся горожане, которые смогут поучаствовать в разных забавах и конкурсах, а также водить хороводы. Тематические мероприятия и выставки пройдут и в сельских округах, где местные жители смогут отметить наступление весны. Продолжить культурную программу можно в Краевеческом музее. 18 февраля в 14.00 здесь пройдет воскресная школа. Юным армавирцам расскажут об истории и значении Сретения Господня. Уже сейчас здесь расположилась передвижная выставка, посвященная христианскому празднику. 17 февраля в Драмтеатре жители и гости города смогут увидеть Чеховскую чайку. Спектакль в исполнении армавирских артистов недавно внесли в список важных театральных постановок на странице пьесы в Википедии. В воскресенье покажут детскую сказку Сабрина, а для взрослых – кошмар на улице Лурсин. 21 февраля зрители приглашают на спектакль «Рядовые», посвященный Дню защитника Отечества. 23 февраля в 19.00 в театре представят двухчасовую лирическую комедию московской труппы «Потрясающая баба». В главной роли Елена Корикова. В жизнь одинокого мужчины словно вихрь врывается веселая и смелая женщина. Она заставит его радоваться каждому дню, смотреть с улыбкой на череду невероятных событий и поверить в любовь. Спектакль предназначен для зрителей старше 12 лет. Во вторник в городском дворце культуры состоится галоконцерт конкурса «Пою моё Отечество». А 22 февраля здесь же состоится закрытие месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. В честь главного мужского праздника в посёлке Заветном пройдёт открытое первенство по тяжёлой атлетике. А 22 и 23 февраля в Ледовом дворце состоятся состязания среди хоккеистов. Премьера недели в кинотеатрах «Армавира» российская мелодрама «Лёд». Это история талантливо-фигуристки, которая на взлёте карьеры получила серьёзную травму и вновь пытается поверить в мечту. Маленьким зрителям рекомендуем сходить на мультфильм о приключениях Мумитруля, который отказался от зимней спячки, познакомился с обитателями заснеженного леса и встретил Рождество. Киноманы не пропустят и другую новинку – фильм-селфи с участием Константина Хабенского. Не успели записать дату и время мероприятия? Тогда заходите в рубрику «Афиша портала городармавир.ру». Здесь собраны все ключевые события. Инна Лепёткина, Игорь Щеников, служба информации телеканала РНТВ «Армавир».